Я думаю, что если приезжала карта, то могли бы быть две цели. Просто четко поставить ультиматум. Если этот ультиматум не срабатывает, то тогда сдать Зеленского. Чем они занимаются успешно. Первая сдача была, когда в изданиях, которые явно имеют контакты в Москве, появились фотографии Зеленского в Омане. Ведь вы вспомните, офис президента скрывал эту поездку. Если бы эти фотографии не появились, вообще никто бы не знал, что он там был. Все считали, что он в Карпатах. Это была тайная поездка. А уж потом, когда эти фотографии появились, вынуждены были об Омане говорить. Появилась версия о встречах с российскими чиновниками, которая была опровергнута. После чего появилась новая информация о Патрушеве. И это будет не конец еще, я вас уверяю. Это дело будет раскручиваться по мере... Вы думаете, это не конец? Да, конечно. Я думаю, что потом появятся фотографии уже совместные, потом появятся какие-то пленки. Я российские спецслужбы чисто работаю в этом смысле. То есть, вы думаете, они хотят довести эту историю до конца? А это дело Гангадзе. Ух ты. Просто начинающееся только. Подождите, но ведь Песков-то сразу же мгновенно отреагировал на репортаж, который подготовили схему и сказал, что никакой такой встречи нет. Ну, правильно. Песков сейчас сказал одно, потом скажет, что это Песков. Естественно, он же не должен ничего подтверждать. Но он же последовательный. Ну, он же не сотрудник спецслужбы. Он чиновник. Ему сказали сказать, что Патрушева там не было, значит, там не было. Потом вдруг кажется, что там был не Патрушева, а кто-то другой, еще что-нибудь. Это будет такая история. Она будет раскручиваться по мере, как они будут топить Зеленского. То есть вы считаете, что они будут топить Зеленского? Ну, и нужна дестабилизация, конечно. Зеленским нужен как инструмент дестабилизации. Он пока с этой роли справляется, но достаточно хорошо. С их точки зрения. Вот если Россия активничает у нас в Украине, означает ли это, что Запад позволяет ей это делать? Означает ли это, что Трамп изолируется перед выборами? Означает ли это, что его изоляционистская политика все-таки такой останется? Или наоборот? Мы не знаем, какой будет политика Трампа, если он его переизберет. Мы просто не знаем. Вторые сроки американского президента очень часто отличаются от первых. Когда им уже не нужно думать о переизбрании. Самое главное, что мы не знаем, не будет ли Трамп думать о переизбрании. Понимаете? Трамп может думать о переизбрании на втором сроке. На третий срок? А кто он сказал, что это невозможно? Есть такая норма. А разве в Америке не две, не два срока можно быть президентом? Официально два, но почему бы не изменить? Так подождите, тогда это будет Россия уже. Почему? Президент Рузельт избирался на четыре срока. Если я не ошибаюсь, не изменяю память. После этого было принято такое решение, что президент может быть только два срока. Но если можно было пойти в одну сторону, почему не пойти в другую? Есть такой чудесный президент. Да ладно, демократы там вообще с ума сойдут. Я думаю, что у Трампа может быть такая идея. Я не утверждаю, что он с этой идеей победит. Но я им еще раз говорю, мы сейчас не говорим о том, что Трампа переизберут на третий срок. Мы можем говорить, что он будет воспринимать свой второй срок, как предвестие переизбрания на третий. И, соответственно, это не будет второй срок в нашем понимании. Мы не знаем, как поведет себя Трамп. Он непредсказуемый человек с точки зрения своих политических реакций. А сейчас, как вам кажется, Америка и Европа активно тут в Украине ведут себя или нет? Они ведут себя настолько активно, насколько Украина готова сопротивляться. Если они видят, что Украина готова или не готова сопротивляться, они не будут активничать. Потому что они должны что-то делать за нас. Вот они сейчас активничают или нет? Я бы не сказал. Они пытаются что-то предотвратить, что-то объяснить. Не случайно же Помпео звонил Зеленскому в Оман. То есть он точно понимал, что в Омане происходит. Американцы-то знают, что было в Омане. Звонок Зеленскому в Омане. А я думала, он просто извинялся, что позже приедет Помпео. Ну хорошо, пусть будет так. Опаздывает с визитом. Так случилось, просто бывает. Вот эта идея совместного патрулирования, вот как хорватский сценарий, это возможно? А может быть наоборот, он отложил визит, потому что понимал, что происходит в Омане. Это был сигнал? Почему бы так на это не посмотреть? Но это так, между прочим. Продолжите, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...